Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам способ корректировки двух типов нависшего века. Века нависает вот таким образом, только с одной стороны, с внешней. И когда века нависает сверху полностью на весь глаз и даже пересекая радужную оболочку глаза. Что уже сейчас нанесено у меня на лице? Это Кларанс, увлажняющий, корректирующий оттенок крем. Очень хороший, SPF 15, очень советую. Кожа дышит, наношу его даже в те дни, когда хожу в фитнес-клуб, не смываю во время занятий. И он прекрасно работает в течение дня. Таким образом, цвет скорректирован, оттенок кожи более здоровый, более свежий. И я могу не наносить благодаря этому крему дополнительные какие-то увлажнители. Это увлажняющий крем. Брови я скорректировала вот таким карандашиком от Vivienne Sabo в номере 002. Прекрасный цвет. Думаю, что вы и сами видите, цвет бровей очень естественный. Для светло-русых и для темно-русых девушек, я думаю, даже и для блондинок многих он подойдет. Внутреннюю часть глаза слегка, буквально, я подвела вот таким вот карандашиком от Пупа. Чуть-чуть приоткрыть глаз. Далее, совет для тех, у кого довольно близко посажены глаза, либо у кого, как у меня, есть вот здесь такая небольшая тень, которая зрительно сужает расстояние между глазами. То есть, хотя вроде бы глаза, посаженные на правильном расстоянии, меряются вот так. Между глазками должен поместиться ровно ваш глазик. То есть, вот у меня ровно помещается. Но кажется, что ближе. Это из-за теней, которые мы можем убрать. Благодаря вот такому вот консилеру наносим вот сюда и чуть-чуть наносим вот на эти самые зоны, где есть более видимые потемнения. Слегка растушевываем вот так вот пальчиком. Консилер-камуфляж от Catrice. Довольно мягкий, не подчеркивает морщины, по крайней мере, вот в этой области. Сюда я бы вам его при возрастной коже не советовала бы наносить. Ну, а девушкам, у которых нет пока еще никаких возрастных изменений, я думаю, могут смело наносить его и на эти области, там, где образуются первые гусиные лапки. И подбровь слегка вот так. Ну вот, теперь это пространство уже более светлое. Теней между глазами кажется больше. Следующий момент, который я никогда не пропускаю, это база под тени. Держится гораздо лучше, если вы используете базу. В данном случае она у нас абсолютно нейтральная. Это Etude House. Вот в таком бутылечке, очень удобная. Я наношу ее на всю поверхность, на которую буду наносить тени. То есть полностью на всю поверхность века. И распределю ее кисточкой специальной. Она распределяет отлично консилеры, базы, даже тени таких жирных кремовых текстур. Я надеюсь, что вам все хорошо видно. Вот таким образом, прямо под бровь кладу. Излишки убираем. И как бы слегка прихлопываем вот так вот пальчиком, чтобы она быстрее уселась. Будем с вами наносить макияж для первого типа нависающего века. Вот на этот, на правый глаз. И по второму типу, более сложному, на левый глаз. Ну и там, и там нужна база. И там, и там нужны одинакового будут у нас цвета тени. Поэтому делать мы будем этот макияж параллельный на том и на другом глазике. Вы будете видеть разницу каждый раз, чем отличается первый от второго. Они очень быстрые, они несложные. Где я видела такой макияж? Я бы даже сказала грим. Видела я его в театре, когда работала в театре Минимассовета в качестве актрисы. Грим часто делали артистам, у которых есть проблемы нависающего века. Ну, причин может быть масса. Это может быть и природный такой вот азиатский так называемый глаз. Когда подвижного века вообще не видно, а сразу начинается верхняя, как бы вот такой вот круглая века. Часто это также могут быть причины с неумеренными возлеяниями алкогольными. Утром, как вы знаете, бывают часто отеки, потому что алкоголь задерживает жидкость. Именно этот грим гримеры должны делать на ура. И мужской, и женский. Сейчас вам все покажу. Ничего сложного в этом нет. Поверьте, вам просто нужно придерживаться одной и той же техники. А именно... Это первый тип нависшего века. Схематично нарисован глаз, реснички. Это точечками отмечена подвижная часть века. То есть самая нависшая часть века выделена синим фломастером. И она частично, в данном случае в первом типе, частично скрывает половинку глаза. Мы не видим. То есть половинку от этого века мы не видим. И глаз, как бы, как вот вы видите, да, опускается из-за этого вниз. И выглядит более грустным. Также вот такой вот тип нависшего века, самый распространенный. Нависшая века только с внешней стороны. Далее, второй тип нависшего века, более сложный тип. Века настолько сильно опущена с самого глаза, то есть с внутренней части, прям под бровью. И полностью, как бы, лежит на подвижном веке. И здесь, в самом уголочке глаза, то есть на внешней части, также очень сильно опускает глаз. Свет становится такой, я бы сказала, суровый и довольно тяжелый, усталый взгляд. У меня нет нависшего века, однако я сымитирую полностью макияж на себе. И сейчас продемонстрирую вам, собственно, что мы будем делать. Мы можем высветлить вот эту часть более светлыми тенями. То есть вот всю эту подвижную часть, вплоть до носослезной, вот этой вот, да, борозды, вот здесь. И сам уголочек глаза мы высветлим. Что не рекомендуют делать визажисты и гримеры, это использовать в данном случае при нависшем веке перламутровые тени. Я бы хотела, чтобы вы это знали. Перламутр и все, что блестит, оно зрительно увеличивает, очень сильно выпячивает, как бы вперед. То есть если вы будете использовать вот такие вот перламутровые прямо оттенки, то ваша структура глаза еще более утяжелится. Практически все матовые, либо с очень-очень легким сатиновым финишем. Когда не занимался косметикой, да, сатиновый финиш, это вот такой вот легкий отблеск, который виден после растирания тени на коже. Матовые тени не дают совсем никакого блеска. То есть вы видите только таким образом сам цвет, сам пигмент, но не видите никакого блеска даже при сильном натирании. И те, и другие могут хорошо работать на нависшем веке. Использовать в качестве тени для уголка глаза, если он виден по первому типу нависания века от Буржуа. И это номер, и насколько я вижу, это номер 10, и у них еще есть номер заводской, партия 616-800. И далее вот такой набор для контурирования, очень удобный, на мой взгляд, от Essence, Contouring, A Shedou Set. Самый уголок глаза мы будем наносить вот эти тени от Буржуа, вот сюда, чуть-чуть, как бы заходя на подвижное веко. Совсем немножечко, буквально чуть-чуть, чтобы дать вот здесь объема, отцвета и как бы свежести глазу. И это мы постепенно будем продвигаться к середине глаза и класть вот сюда. Если здесь нет отека, мы также будем заполнять эту часть светлыми, вот этими тенями. до брови. Помним, что светлый цвет, и особенно перламутровый цвет, как бы выпячивает, делает еще больше. Высветлить все зоны, которые являются открытыми и не переломленными, на которые не падает вот это нависшее веко. То есть, что у нас вот тут остается? Вот это по первому типу, да? Что у нас тут остается? У нас тут с вами остается вот эта подвижная часть и чуть-чуть вот здесь немножечко и уголочек. Значит, его мы и высветляем. Это с помощью вот таких теней от Буржуа. До середины глаза наносим эти тени. Чуть-чуть здесь и чуть-чуть в уголочек. Вот таким образом. Смотрите. Эти же тени мы наносим под бровь, чтобы чуть-чуть как бы приподнять ее. Если вы видите, что слишком блестит, то, пожалуйста, замонтируйте вот такой вот пудрочкой, которая прилагается к вот таким вот контурным тенюшкам. Вот таким вот образом. Чуть-чуть лишний блеск какой-то ненужный мы убираем, оставляя только светлый оттенок. Тени эти немножечко сыпятся, поэтому буду использовать кисточку для румян, чистую, для того, чтобы смахивать их. Вторую часть глаза, вот это нависшее веко, мы будем скульптурировать вот этим темным цветом и перекрывать, смешивать вот так два цвета и перекрывать вот эту вот область нависания. Подвижное веко сливалось по цвету с нависшим. Также будем прокрашивать внутри. Будем прокрашивать до вот таких вот этих пор, оставляя некоторое пространство под бровью. Мы начинаем контурировать наше веко. Область верхнего века, которая падает на подвижное и деформирует как бы его, мы должны закрасить в один цвет. Вот оттуда, откуда начинается вот эта полосочка, вот здесь все будет темным и чуть выше этой полосочки. То есть мы как бы заново должны прорисовать вот здесь, где я сейчас нарисовала белым корректирующим карандашиком. Он сотрется, его не будет видно. Вот здесь и пойти вот сюда. Далее растушевать эту область чуть выше. Ну и поскольку, смотрите, вот здесь у нас часть видна и не перекрыта, да, упавшим веком, ее мы можем высветлить. Так, видите? Таким образом я прорисовала как бы заново весь контур, чтобы здесь нет никакого упавшего века. И направляем, как вы видите, вверх, да, как бы поднимая зрительно глаз. Остатками тени я буквально чуть-чуть прорисую нижний век и соединю его с верхним, вот так. Поскольку тени очень пылят, вообще матовые тени очень часто пылят, особенно бюджетные. Я использую вот такую кисточку для того, чтобы смахивать излишки. Ну, а они не сильно пигментированы, поэтому они не портят никакой макияж. Так, и теперь осталось добавить тушь. Вы можете воспользоваться абсолютно любой, использовать Maybelline Lush Sensational. Очень сильно опущены реснички вниз, просто природно, например, прямые, либо под давлением от верхнего века они смотрят вниз. Я советую вам купить завивочку такую, такие маленькие щипчики для завивочки. В основном они не портят реснички, поэтому не бойтесь, можете смело ими пользоваться. Мне не нужно, поскольку у меня ресницы довольно длинные и смотрят вверх в основном. Ну, кудрявые смотрят вверх, тут мне более важно правильно прокрасить их так, чтобы они не слепились. Вот такой макияж у нас получается для первого типа. Проверяем, опускаем века вниз. И, как вы видите, все равно основная форма глаза сохраняется. И теперь, внимание, чем будет отличаться макияж второго типа нависания века от первого? Здесь практически не видна, вот в этом типе нависания века, практически не видна подвижная часть века. Глаз полностью перекрыт, как бы, да? И здесь мы можем воспользоваться вот этими тенями от буржуа, которые имеют сатиновый финиш, только вот здесь, для свежести глаза, не заходя сюда. Потому что тут очень маленькое пространство, которое открыто под веком. И очень большое пространство нависающее. И, соответственно, мы будем точно так же перекрывать вот эту вот область, которая пересекает, ложится как бы на глаз, вот этот край. И всю подвижную века приподнимая нависшее веко. И вот эту часть, оставляя некоторое пространство под глазом, будем перекрывать смесью вот этих двух цветов. Точно так же, как и в первом варианте. И цветом мы будем заполнить оставшееся пространство под бровью, чтобы зрительно приподнять бровь, ну и зрительно вместе с ней приподнимается глаз. И далее все то же самое, как и по первому типу. Будем класть вот такой вот карандашик тоненько. Ну и далее все одинаково. Итак, второй тип нависания вот такой. Что мы тут видим? Здесь, как вы видите, остается открытым. Только самая-самая тоненькая полосочка, да, светлая, вот прям самая-самая тоненькая полосочка над ресничками, вот она остается открытым. И самый уголочек глаза вот здесь. То есть уголочек глаза вот здесь и самая, как вы видите, вот она тоненькая-тоненькая полосочка. Это все, что мы можем высветлить. Делаем это. Также под бровь, чтобы приподнять зрительную бровь. Не делайте слишком низкие брови. То есть вот здесь слишком глубоко, и пожалуйста, не прокрашивайте, чтобы у вас бровь не казалась еще ниже. Как бы еще, чтобы она сильнее не давила на и так нависшее веко. То есть всегда чуть приподнимайте брови, старайтесь, чтобы уголочек брови смотрел не вниз, а все-таки вот так чуть-чуть в сторону. То есть волосики вот здесь прорисовываете более направленные в сторону, к виску. Второй глазик. Здесь будет тень чуть больше. Опускаем веко и смотрим, где у нас должна быть тень. Она должна быть по всей поверхности. Вот здесь, да? И вот здесь. То есть полностью вот так все должно быть перекрыто. И часть века, на которой она падает. И только тоненькая-тоненькая светлая полосочка. Все вот отсюда. И до вот этих пор. Темно. И как можно выше. И до вот этих пор. Оставляя только маленькую-маленькую полосочку светлой. Здесь мы будем это все соединять. И затем переходить с нижнего века. Так, надеюсь, вам хорошо видно. Перекрываем всю область складки. До момента окончания опущенного века. То есть до конца практически. Выше к брови под бровь. И кончик направляем вверх, растушевывая. Уже зрительно видно, в чем разница. По первому типу, вот так опущенному веку, мы перекрывали темным только до середины. С того момента, где века начинает опускаться, там и где оно заканчивается. То есть здесь из-за того, что века опущена полностью на весь глаз, оно начинает опускаться отсюда и заканчивается в самом уголочке глаза. Поэтому мы полностью вот так перекрыли все темным. И также не стоит оставлять два разных цвета на стыке одной и второй, одного и второго века. Стоит перекрыть таким образом, чтобы верхняя совпадала с нижним. Возьму потоньше кисточку. И положу вот сюда, прямо полосочку. И уже от этой полосочки буду заштриховывать. Я возьму кисточку побольше. Перекрою все темным цветом однородным. Всю эту область. Излишки уберу. Не рисуйте брови слишком низко, они будут еще сильнее утяжелеть. Вот таким вот образом. Тоненькая-тоненькая вот здесь должна быть полосочка. Смотрите, вот таким образом мы опускаем. И вот эта вот вся область должна быть одного цвета. Видите? Фактически все. Теперь осталось нанести только тушь. Тушь. Вот и все. Осталось слегка добавить румян. Слабо пигментированные румяна Буржуа. Роза Амбре 0602 номер. Очень хорошо сюда подойдут. Вот под такие тени. Нейтральных оттенков с розоватым фиолетовым таким подтоном. Вот середина яблочка вашего. И вверх, видите, румяна. И это зрительно поднимет, как бы ваше лицо подтянет вверх. Что еще подтягивает лицо вверх? Это хайлайтер. Буду использовать вот такие тени от Essence перламутровые. Как хайлайтер нанесу их чистой кисточкой на спинку носа. И чуть-чуть на выступающие места. Слегка на висок. И вот здесь немножечко. У нас остались только губы. Я предлагаю сейчас накрасить вот таким вот блеском от Evelyn. Очень естественный оттенок. Использовать любой удобный для вас и нравящийся вам блеск или помаду для губ. Так, чтобы она подходила и сочеталась вот с этими. Вот с теми оттенками, которые вы будете использовать для глаз. Такой естественный макияж у нас с вами получился. Для двух типов опущенного века. И второй тип. Вот так. Это видео оказалось для вас полезным. Значит, я очень рада. Напоминаю, что вы всегда можете поделиться ссылкой на мои видео со своими друзьями. Я благодарю вас, что вы были со мной. Желаю вам удачи. И обязательно будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Пока!